Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал, рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и инвестирую вместе с вами. Ну что, друзья, как обычно, вечером подведем итоги торгового дня, полистаем самые любопытные новости. Конечно же, и про важнейшую и самую громкую тему последних двух дней тоже поговорим, про дивиденды Газпрома. Сегодня посмотрим на российский, на американский рынок, посмотрим на стоимость сырья, нефти, золота, биткоина. Покажу вам, что происходит в моем портфеле. Напомню, что инвестирую я через брокера Тинькофф. Ну и в конце поразмышляем, что будет дальше. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить лайк за видос. Спасибо, друзья, погнали! Так, ну что у нас интересненького из новостей? Мосбиржа назвала дату возобновления вечерних торгов акциями. Площадка намерена возобновить вечерние торги на фондовом рынке, а также утренние торги на срочном и валютном рынках уже 12 сентября. В результате этого время торгов на валютном рынке увеличится до 12 часов, на рынках акций и облигаций до 14 часов, на срочном рынке, соответственно, до 15 часов. Таким образом, торги на фондовом рынке будут проводиться с 9.50 до 23.50 по Москве по следующему расписанию. 9.50-18.50 это основная торговая сессия, 9.50-10.00 это аукцион открытия, с 10.00 до 18.40 торговый период, 18.40-18.50 аукцион закрытия, с 19.00 до 23.50 это вечерняя торговая сессия, 19.00-19.05 аукцион открытия и 19.00-20.350 это торговый период. Напомню, что во время вечерних торгов инвесторам будут доступны сделки с 46 акциями. В дальнейшем площадка намерена возобновить вечерние торги, также по яме биржевых фондов на рынке облигаций. Вечером будут проводиться торги ОФЗ и евробондами, в вечерние часы будут также доступны сделки РПС, это переговорные сделки, и РПС, ЦК и сбор заявок на размещение облигаций. Таким образом, Московская биржа возвращается к дофевральскому обычному режиму работы с утренней, дневной и вечерней сессиями, что, разумеется, очень хорошо и свидетельствует о постепенном выходе из кризиса. За бугром падают акции NVIDIA. Падение на 6% случилось после новости о запрете США поставок в Китай и Россию. В случае прекращения продаж некоторых видов продукции в Китае квартальная выручка компаний может снизиться на 400 миллионов долларов. Снижение котировок началось после публикации сообщения компании о запрете властей США поставлять некоторые виды продукции в Россию и Китай, в том числе и в Гонконг. Об этих ограничениях сообщается на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США. Запрет будет распространяться на поставке интегральных микросхем A100 и готовящихся к выпуску флагманских микрочипов H100, а также любой продукции на базе этих элементов. Кроме того, в будущем компания не должна экспортировать новые чипы со схожими или превышающими характеристиками. Как объясняется, мера обусловлена необходимостью предотвратить использование высокотехнологичной продукции в военных целях. Так следует из сообщения. Сегодня, кстати, читал смешную новость. Лукашенко заявил о том, что в Белоруссии собрали первый белорусский компьютер, но при этом он откровенно признал, что доля белорусских комплектующих в этом изделии составляет всего лишь 12-13%. И Лукашенко сказал, что будем стремиться и доведем эту цифру до 20%. Совершенно смехотворно в сегодняшних реалиях попытаться создать что-то высокотехнологичное, конкурентно способное силами одной единственной страны. И понятно, что вся сегодняшняя электроника – это плоды усилий огромного количества стран, компаний. В общем, это огромная геополитика. И все эти идеи во многом утопия. Что касается вообще перспектив американского рынка. В основном последние прогнозы были такие более-менее позитивные. Но вот сегодня прочитал Морган Стэнли, рекомендовал инвесторам готовиться к новому обвалу акций. Вот так вот фондовые индексы США еще не достигли дна в этом году, считают Морган. Индекс S&P ждет новое снижение. Во втором полугодии он может обвалиться на 25% в случае развития рецессии в американской экономике. При этом индекс S&P после падения более чем на 20% в первой половине года смог отыграть часть этих потерь. С минимума середины июня на отметке 3666 пунктов индекс почти за два месяца поднялся на 17%. Неплохой результат до 4325 пунктов. Затем в середине августа вновь упал на фоне опасений, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики может привести к рецессии в американской экономике. По итогам торгов в среду 31 августа индекс закрылся снижением на 0,8% на отметке 3955 пунктов. В банке при этом ожидают падение S&P до 3400 в случае, если ФРС удастся провести мягкую посадку экономики. Это будет означать падение индекса примерно на 15% по сравнению с закрытием среды. Ну а если же эту рецессию остановить не удастся, то сценарий будет еще более драматичный. Просадка составит 25% к 3000 пунктов. Об этом сообщили в банке. Ну и кто бы что ни говорил, друзья, сейчас есть, безусловно, потенциал для инвестора. Чуть позже по ходу видео мы посмотрим, что происходит с российским рынком акций. Вы увидите, что результаты достаточно впечатляющие последние несколько недель. Поэтому если вдруг вы еще не начали инвестировать, но всерьез об этом подумываете, сделайте первый шаг, открывайте описание к этому видосу, либо первый комментарий и заказывайте карту Тинькофф Блэк. Это пропуск Мир Продуктов Тинькофф. Ее вам привезет бесплатно Курьер. Карта будет вечно бесплатная по моей ссылке и ходить даже никуда за ней не придется. Ну а после уже откройте брокерский счет, там если понадобится кредитную карту, можете Тинькофф Мобайл открыть. Все, начинайте инвестировать, начинайте приобщаться к миру фондового рынка. Ссылочки на все продукты есть в описании и в первом комменте. По всем моим ссылочкам для вас будут бонусы. Еще одну интересную новость прочитал я сегодня. Блумберг сообщает о плане Москвы купить 70 миллиардов долларов в дружественных валютах. После заморозки резервов евро и долларах Россия переходит к накоплению финансовой подушки в валютах дружественных стран. Основную роль в ней будет играть юань, так пишет агентство. Россия рассматривает возможность закупить в этом году сумму порядка 4,4 триллиона рублей, это достаточно много, в юанях и других дружественных валютах для замедления роста курса рубля. По данным агентства Bloomberg, план получил поддержку 30 числа на специальном совещании с участием высших должностных лиц правительства и ЦБ, включая главу регулятора Эльвиру Набиулину. К формированию валютных резервов в дружественных валютах власти переходят после того, как под заморозку на Западе попали около 300 миллиардов российских денег, накопленных до начала спецоперации на Украине. О последствиях этого говорится в докладе, подготовленном к совещанию, с копией которого ознакомился Bloomberg и чью подлинность подтвердили участники такого совещания. Вот так, друзья, все-таки Россия по-прежнему будет хранить часть своих денег не в рубле, но будет уже переориентация на восток. Но не все, как говорится, валюты одинаково полезны. Вот восточная японская, точнее, иена обвалилась до минимума за 24 года. Курс японской иены к доллару упал до самого низкого уровня с 1998 года. Валюта продолжает падение на фоне мягкой денежно-кредитной политики Банка Японии. За последний год иена подешевела почти на 27%. Ну и давайте к главной, самой громкой теме, которую я тоже сегодня вынес в заголовок. Это дивиденды Газпрома. Самое интересное, что правительство поддержало решение Газпрома о выплате дивидендов. Напомню, Совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51 рубль 3 копейки на акцию. Общая сумма выплаты составит 1,2 триллиона рублей. Так вот, что сказали на эту тему в ведомстве? Решение о выплате дивидендов принято Советом директоров компаний на основании, внимание, директивы правительства. Так, в Минфине ответили на вопрос РБК, поддерживает ли министерство действия Газпрома. И не считает ли оно, что дополнительные доходы госкомпании за первое полугодие 2022 года, как и за весь 2021, должны быть изъяты в виде повышенного НДПИ. Если вдруг вы совершенно не в курсе этой истории, вкратце напомню. Друзья, в июне уже такая тема была, и ее уже назвали чуть ли не главным фейлом, обломом этого года на российском рынке. И собрание акционеров Газпрома тогда решило не платить дивиденды за 2022 год, несмотря на рекомендацию менеджмента и совета директоров компаний направить на выплаты те самые 1,2 триллиона рублей или 50% скорректированной чистой прибыли. Незадолго до этого Газпром обязали выплатить государству в качестве надбавки к НДПИ почти ту же самую сумму 1,24 триллиона рублей. Причем последовательность была такая. Сначала совет директоров компании рекомендует выплату дивидендов, достаточно больших дивидендов. Естественно, бумаги начинают резко дорожать, люди валом идут в Газпром. Ну, понятно, что под такие дивы бумага становится очень привлекательна. Потом происходит собрание акционеров, и оно не утверждает вот эту рекомендацию в совет директоров. Многие это восприняли как наедалово, скажем так, обман надувательства. Люди всерьез разочаровались и в самой компании, да и вообще в российском рынке акций. Я помню, сколько было на эту тему гневных видео, комментариев. Вообще интернет, надо сказать, гудел из-за этой истории. Ну, некрасиво, согласитесь. То есть, людей как будто в бумагу заманили, перед носом поводили вот этими дивидендами, а потом сказали, нет, дивидендов не будет. И после объявления новости АТО об отказе в выплате дивидендов бумага упала более чем на 30%. Сейчас же случилась такая же ситуация, только дубль 2. То есть, вновь рекомендация по выплате дивидендов. За 2 дня компания дорожает на 35-37%. И сейчас все опять в ожидании тех же самых дивидендов. Что здесь в этой связи можно сказать? Ну, вы знаете, когда я вчера эту новость впервые прочитал, у меня первая мысль была, да ладно, ну вы что, прикалываетесь? Неужели кто-то теперь уже вам после июньской истории поверит? Вот что сказал Миллер. Итоги работы за первое полугодие очень-очень-очень хорошие. И дивиденды будут выплачены рекордные, заявил глава компании. Компания заверила, что в дальнейшем она не будет отказываться от выплат дивидендов, как это и предусмотрено ее политикой. Мы-то с вами понимаем, что «Газпром» отказался от дивидендов вынужденно, поскольку государство просто эти дивиденды решило забрать себе в виде налога. Но первая мысль, которая у меня возникла, а где гарантия, что это не повторится? Что вновь сейчас людей не заманят в акцию. И инсайдеры, которые будут прекрасно знать о реальном развитии событий, конечно же, на этом много заработают. Как я уверен, огромное количество посвященных ситуацию людей заработало на вот этом июньском коллапсе. Но когда вышла новость про правительство, о том, что именно оно, можно так понять, выдало директиву на вот эти дивиденды, тут я уже засомневался. Но опять же, если эти дивиденды обязуются выплачивать, по сути, под такой гарантией государства, это уже совершенно другая история. И тут я уже допускаю, что дивиденды действительно будут. Заходить ли сейчас в акцию под эти дивиденды или нет, очень спорный вопрос. На мой взгляд, вот этот двухдневный рост «Газпрома» уже, по сути, сводит к минимуму весь профит от покупки акций именно сегодня. То есть, в «Газпром» надо было либо заходить два дня назад, ну, либо просто в нем находиться до этого момента. Сейчас уже, по большому счету, поздно. Поэтому те, кто сейчас еще «Газпром» не купили, на мой взгляд, уже поздно дергаться, поезд уехал. Надо просто, мне кажется, усаживаться в зрительном зале и с любопытством наблюдать, как будут развиваться события. Решение будет приниматься, насколько я помню, в конце сентября. Вот там будет собрание акционеров. Ну и тогда-то уже точно нам скажут, будут ли дивы или не будут. Напишите, кстати, в комментариях, как вы считаете, будет ли у нас МММ номер 2 в конце сентября или все-таки дивиденды случатся. Друзья, если вдруг вы ничего в этом не понимаете, но горите желанием начать инвестировать, ну, первое, да, это открывайте карту Тинькофф Блэк, открывайте брокерский счет. Ну и также я бы посоветовал всем новичкам ознакомиться с моей готовой инвестиционной стратегией. Это полезная теория плюс практика про рынок, про биржу вообще, что это такое, с чем это едят, как выбирать активы, как сформировать безопасный портфель. Стоимость релизов всего лишь 500 рублей. Пишите мне в Телеграм, ссылочка в описании и в первом комменте. Ну что, погнали на рынки, давайте глянем, что у нас здесь. Сегодня очень отрицательная динамика. Видите, все мировые индексы сегодня в красной зоне. Америка падает, падает Россия, падает Европа, падает Китай. Все плохо, индекс РТС минус 0,63, индекс Мосбиржи минус 0,42%. Также все красное и на товарных рынках, но это можно расценивать как следствие и причину. Золото минус 0,81, 1696 долларов, сейчас стоит тройская унция. В минусе серебро, платина, паладий, в общем все полностью. Бренд минус 1,87, цена за баррель 93 доллара 70 центов. Сегодня укрепляется рубль к доллару и евро, доллар минус 0,03, евро минус 0,47, за доллар дают 60,19, за евро 60,14. А юань сегодня чуть-чуть прибавляет, 8 рублей 72 копеек. А вот крипта, вопреки многим оптимистам, не растет. Биткоин минус процент сегодня и цена за монету 19 984 доллара. То есть пока не сбываются прогнозы ряда экспертов, кто прогнозировал, что случится рост валюты. Да и я сам собственно так такое допускал и по-прежнему продолжаю допускать. Ну то есть чисто фундаментально валюта должна вырасти. Не растет она только из-за сохраняющихся ограничений Центробанка. Рано или поздно это произойдет, но пока этого не происходит. Также не растет крипта. А вот во что надо было инвестировать последний месяц, очевидно, это российский рынок акций. Он молодцом и это была бы одна из лучших инвестиций вообще в принципе в мире. По сегодняшнему торговому дню лучшая бумага Мосбиржа плюс 4,2. Пятерки лидеров Озон, Пик, Энгруп и Глобал Транс. Аусайдеры Магнитен, ЛМК, Газпром, Татнефть и минус 3,3 Хэтхантер. Кстати, Газпром сегодня после двухдневного роста слегонца падает. Если мы посмотрим за месяц, то на некоторых бумагах можно было заработать двузначную доходность. Например, пожалуйста, Тинькофф плюс 45, Полиметалл плюс 36, тот самый Газпром плюс 29, Энгруп плюс 22 и Озон плюс 17. Можно было и потерять, конечно, например, Вентерао, Полюси, Сургутнефтегази, Транснефти. И почти 11% потеряли акционеры НЛМК. Ну и в подтверждение моих слов о доходности индекса московской биржи, пожалуйста, за неделю ТМОС. Это фонд от Тинькофф, который следует непосредственно за этим индексом. Подрос на 6,36%, а доходность российских акций за месяц 9,4%. Пожалуйста, друзья, вот такие возможности сейчас дает российский рынок акций. У меня все достаточно неплохо. Заблокированная часть портфеля по-прежнему висит. Тут ничего не происходит. В ней 129 тысяч. Основные мои средства находятся на ИС, где все прекрасно и замечательно. И, как я вам уже говорил, подумываю о заходе в российские акции. На мой взгляд, намечается позитив. И я думаю, что можно всерьез об этом подумывать. Ну, пока что просто средств у меня на это дело нет. Как только появится, возможно, все ближайшие деньги буду как раз направлять в российский рынок. Без фанатизма. Но небольшую долю, мне кажется, в российских бумагах уже можно держать. Все, друзья, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Лайк за видос. Пока. Пока.